Здравствуйте, глубоко уважаю, вы любители лёгких видов спорта, а мы в западне, у нас западня настоящая, а я вам сейчас её покажу. Пока ничего такого страшного, вот смотрите, какие облачка, какой пик дебюр, только вот вы видите, наверное, солнышко нигде нету, солнышко куда-то спряталось. Вот, несмотря на это, у нас есть поток 0,8 метра в секунду, мы под будущим грозовым облаком набираем, и вы скажете, а что ж вы, глупыши, на аэродром не летите, с стремительным домкратом. Вот, друзья, почему мы не летим на аэродром, вот где наш аэродром, там дождь идёт. Ну, кстати, посмотри-ка, дождь уже идёт и близко с нами. Да, вот эта следующая фаза зажглась. Ну что, будем пытаться прорваться или ещё потупим? Как настроение? Так, там светит солнце, друзья, вот там, вот там идёт снег, ну, в смысле, прошёл снег. Поэтому, как бы, один из вариантов проколоть фронт, пока в нём есть дырка. То есть, самый худший вариант, который может быть, это, если срастётся эта зона осадков, она, похоже, срастается, тогда мы фронт проколоть не сможем. А сейчас мы ещё можем проколоть. Из запасных аэродромов, что у нас есть, я сейчас ещё, как это, крайний набор, обеспечиваю себе максимум высоты для прокалывания фронта. И смотрю, чем это пахнет. Да, пахнет тем, что надо валить, срастаются облака, пошли. Запасной аэродром у нас ГАП, тоже в зоне осадков, Систерон в зоне осадков. Но, в общем-то, у нас и запасных аэродромов не осталось. Погнали! Ну что ж, мой учитель Клаус учил меня, что вот такие зоны осадков можно всегда прокалывать. Если дождь идёт справа и дождь идёт слева, в данном случае это та самая ситуация. Дождь идёт не глобальный, а с промежуточком. И вот в этот промежуточек мы прыгаем. Фокус в том, что в этом промежуточке даже восходящий поток будет сейчас. Но, возможно, мне придётся выпускать воздушные тормоза. Включаю на всякий случай горизонт. Скорость 200. Только у меня это в облако не всосало. Если что, выпущу тормоза. Но пока нормально. Пока эта высота мне, в общем-то, как бы нужна. Ремни подтяни, сейчас будет сильно жёстко. Прям затяни в упор. Сейчас пойдёт дождь. Главное, чтобы не драться. Да. Сейчас готово на снижение. Ну, пока минус 3 метра в сегуду, не так, чтобы сильно страшно. Должны проколоть. А сону осадка будет чуть-чуть на противоположную сторону. Потому что, по крайней мере, я вижу, куда мы летим. А если бы я не видел, куда мы летим, я бы туда не летел, друзья. Потому что не так всё трагично. Главное, что не вполне. И вот тот самый случай, когда справа зона осадков сильная. Слева зона осадков сильная. А посередине дырочка. Вот в эту дырочку мы и стремимся. Сейчас я уменьшу скорость. Минус, кстати, 5,5-5,4 метра в секунду. Чтобы вы понимали, что если бы мы не имели запаса на приходы на аэродром, то было бы всё достаточно мрачно. Ну и сейчас скажу я вам мне полный шоколад. Потому что сам аэродром находится в зоне осадков. Вот она, зона справа. Вы видите вот аэродром вот здесь. И там поливает дождик. Мой расчёт на что? На чём основываются текущие? Первое. Ну что, в крайнем случае, я на аэродром приземлюсь и в дождь. То есть было такое. Я в Африке приземлялся. Всё в порядке. Шквала там быть не должно. Но, шквал вот у нас на гору. Апотрон открыл, на который мы прекрасно набирали. Текущую скорость перехода на маршруте я уменьшил. Для того, чтобы экономить высоту. Ну и моя идея обойти дождь как-нибудь. Попытаться или отвисеться где-то. Впереди гора называется вот это вот Ажур. Если я выйду на фронт Ажура, то при скорости ветра, который есть 23 км в час, я вполне смогу повисеть в динамике. Ну, для этого Ажур должен работать. А с такими осадками не факт, что он работает. Если это не получится, то я надеюсь, что вот эта вот осадка идет. Как раз город, где я живу, поливает. Жена счастлива будет. Что, в общем-то, за этой стеной осадков находится уже чистое небо, в котором я заведу на посадку. Ну да. Ну, это вот реальная, настоящая боевая ситуация, которых мало бывает. Я рассчитывал на одно, но получилось немножко другое. В любом случае, вот этот вот весь фронт, он был у нас перед нами, когда мы взлетали. То есть он еще далеко был, мы полетали там в приличное время. Вот наконец-то он нас догнал. Я думал, что он рассосется, но в тот случай, когда не рассосался. Смотрим запасы по высоте. Над аэродромом мы 923 метра будем, если пойдем напрямую на него. То есть запас высоты я обеспечил. Это было самое, что называется, важное, что я сделал. Набираю на пикдебюре. И одновременно я выждал время, потому что вот эту всю систему грозовую потихонечку сдуло. То есть ее сдувают южным ветром в 25 км в час. Она путешествует вот так красиво. Между двух очагов мы проскочили, как вы видите, вот там, куда крыло показывает, темнота, туда понятно, что соваться было бы совершенно бессмысленно. С левой стороны, ну мягко говоря, тоже оттворится менее адистый, но тоже было неприятно смотреть на это. Ну а у нас все хорошо. У нас, конечно, немножко, вот справа дождя немножко. Ну я чуть-чуть левее возьму, попробую. Да? Да. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот этого события, вот этого удаческого подвига, как я часто, как мой друг байкер называет, Волков, ну что, опять совершил ему удаческий подвиг? Ну могу сказать, что да. Надо было на самом деле сильно раньше, на полчаса приземляться, как все немцы. Но тогда бы, друзья, во-первых, я бы не исследовал бы эту ситуацию, не получил бы новые некие навыки, вот, а во-вторых, не проверил бы теорию Клауса, что между двух очагов осадков не бывает сильных неходящих потоков. Что, собственно, теория подтвердила. Мы выходим, видите, тут чуть ли не солнце уже светит. Да, отличный аэродром, я даже вижу уже вот здесь в водяном туманчике. Вот преслабутая гора, которая, по идее, должна нам под южный ветер дать возможность попарить. Давайте посмотрим, работает ли ее склон. У нас такой дочь, конечно, хрен-то попаришь. Крыло мокрое, друзья, качественная аэродрегическую какую-то пора. Поэтому очень я не уверен, что у нас получится какое-нибудь парение. Но 15 метров сейчас летит. Нет. Можно даже не пытаться. Но в любом случае я на ветреном склоне. Смотрим, что здесь дают. 680 метров у меня на аэродром будет, если я туда прилечу. Ну, наверное, все-таки полетим кому на аэродром. Ну что, посмотрите, друзья. Вы скажете, Волков, тебе опять повезло. друзья, не повезло. Это тонкий расчет. Это действительно аэродром. Буквально на четвертом развороте аэродрома еще дождь висит, причем сильный, а дальше уже не висит. вот место откуда мы прилетели. Это пик де биурон в дымке. Над ним мы были по максимуму высоко. Ну, сейчас вот подлетаем в зону, где все уже красиво. Ай, как хорошо. Капли дождя свистят. я могу сказать счастлив, скажу вам честно. Эй, сейчас это камеру настроить на съемку посадки. Подлетаем к аэродрому и видим ледовое побоище. немцы в разных позах на посадке. Потрепало их, видимо, знатно, потому что представляете, было садиться вот в этот дождь. Ого-го-го-го-го. От дождь вон он ушел. А у нас даже восходящий поток есть. Куда нам спешить с посадкой, скажите? Нам бы, конечно, еще придумать, как полетать, но, увы, никак. Мы можем единственное в сторону осадков чуть-чуть сместиться, посмотреть, как оно там, куда ушла стихия. Там совершенно точно, я вам говорю, нету... О! Тут даже поточек есть. Надо же. Откуда? Мне вот в такой ситуации всегда интересно, откуда здесь поток. Дождь все пролил, по идее, тут вообще ничего не должно быть. А немножко придерживает. Погода, как вы, не рабочая. Есть ветер 11 километров в час, глубоко теоретически можно было бы так повисеть, что перелететь на гору Апотор и полетать на ней в динамике, но я думаю, что это будет не совсем верное решение. Смотрите, как красиво, вон там облачка висят низко-низко над холмиками. Вот, видимо, все-таки елки до конца промокнут, ну, точнее, они, может, и промокли, но светит солнце, ему влага мгновенно испаряется и превращается в какие-то низовые облака. Да, 0,5 метра в секунду мы не парим, но висим так в ноликах. И вы видите прекрасно, как отступает линия дождя, то есть буквально я прилетел, и вот она была на четвертом развороте, а сейчас уже раз это все сдуло. Ну, разве это не магия? Мне кажется, точно магия. Тебе хватит на первый раз? Как? На посадку? Да, я за любой кипит, мне нравится. Понятно. Я всю эту магию наблюдаю. Ну, я, увы, видишь, вверх не могу. Я тут счастлив. Вверх не могу забраться. Не один скон, нет, 6 километров в час ветер просто, слишком слабо, для того, чтобы это хоть как-то работало. но там как красиво, смотри, облако, вот оно прям на глазах формировалось, слева на 10 часов. Смотри, видишь? Да, и оно так разрастается, так быстро. Слушай, у нас высоты, к сожалению, нет, чтобы туда сходить, проверить. А есть ли там восходящий поток? То есть, какого зеленого цвета стали поля после дождя? То ли это солнышко так подсвечивает, но краски совершенно фантастические, да. Выпускаю шасси. Оп, есть. шасси. Какой тебе заход показать? Классический, длинный коробочка или афганский? Афганский. А я как раз пропустил этот ролик. Как это? Не видел. Да, ну, так, смотри, что его видеть, если я тебе покажу, как это по-настоящему. Смотри, я сейчас выпустил закрыл окна лендинг на положение. Сейчас смотрим, я круг осмотрел, на всякий случай. Докладываюсь. Серла, ватень, директор, даунинг, лендинг, рутсоус. И я теперь тормоза воздушные. Чпунь. Ну вот он и афганский закод. И как мы быстро эту высоту потеряем. Причем мы достаточно на малой высоте относительно, поэтому я буду не буду растягивать эту коробочку. Максимально плотненько ее сейчас сделаю. И, конечно, фокус мой это в том, чтобы не трогать тормоза. Вот как я их выпустил, чтобы я их вообще не тронул. Ну, конечно, это тяжело тогда очень точно на эту дугу рассчитывать. Но в целом, в целом должно получаться. Вот так. Оп. Вот это больше всего момент тралится. Все. Ось полосы. Вот так, конечно, поймать сразу ось полосы тяжело. И вот мы уже попадаем, но только садимся очень близко, поэтому я сейчас тормоза убрал, чтобы подтянуть нас поближе. Чтобы, во-первых, по грязи не ехать. Летим, 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 летим. Где-то здесь я убрал, куда буду касаться. Оп. Пусть капли у нас вальт. И вот видишь, какая водица льется нам теперь везде, куда только может. Ой. И сейчас рулим гангарчиком. Ну, посмотри, все как дураки садились в дождь, а мы с тобой солнышко. А? Солнышко взлетели, солнышко взлетели. А с пресса. Вуаля. Очень раз. Оп. Очень хорошо полетали. Даже планер, смотри, подсохнуть успел в воздухе. Приземлились, сухой. Вот такой был ролик познавательный про осадки. Ой. Мне кажется, получилось хорошо. И что-то в очередной раз узнали, что оказывается, между двух очагов осадков можно пролететь и не сильно снижаясь. Учиться можно всю жизнь, и это нужно делать. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин